МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 о новостях Волгограда и области. По доброй традиции на Мамаевом кургане началась весенняя высадка деревьев и кустарников в честь очередной годовщины Победы. Межрегиональную банду фальшивомонетчиков, состоявшую в том числе из жителей Волгоградской области, накрыли в Тольятти. Ворошиловский рынок переходит под крылом в центральный рынок, а старому зданию торгового объекта предстоит реконструкция. В Волгограде утвердили новые пакеты услуг на базе транспортной карты с расчетом на то, что это поможет горожанам экономить на проезде. Пакет новых тарифов для проезда в городском общественном транспорте утвердили сегодня депутаты Волгоградской городской думы. Транспортные карты на месяц будут продаваться на 30, 50 и 120 поездок, где стоимость проезда варьируется от 21 до 15 рублей. Тарифы самые разные для тех, кто пользуется транспортом часто и для редких поездок. Действующая система проезда на сегодня не изменяется. И те бабули, которые у нас ездили за наличные расчеты, или которые у нас ездят по поездным билетам, они так и будут продолжать ездить. Внесение предлагаемых изменений расширяет тарифов. То есть мы предлагаем удобные очень пакеты услуг, где стоимость одной поездки расчетная, она снижена. За счет того, что эти тарифы являются предоплаченными. У нас ездят на общественном транспорте не только категория пожилых людей, но и молодые люди, которые умеют считать, которые считают свои деньги. Поэтому вот эти введения, вот эти пополнительные тарифы, оно, естественно, будет экономически выгодно. Новые тарифы вступят в силу не с 1 мая, как планировалось, а сразу после публикации документа. Сегодня же депутаты Волгоградской городской думы дали согласие на ликвидацию муниципального унитарного предприятия рынок оптово-розничной торговли. Единственным активом предприятия является здание Ворошиловского рынка. Оно перейдет под юрисдикцию МУП в центральный рынок. Соответственно, руководить объектами, которые находятся друг от друга в двух километрах, будет директор центрального рынка. Сотрудники же Ворошиловского рынка после реорганизации останутся на своих рабочих местах. Напомним, в феврале мэрия объявила о планах реконструировать здание Ворошиловского рынка. Оно ни разу капитально не ремонтировалось с момента постройки в начале 80-х годов прошлого века. Точная дата начала работ пока не определена. До начала реконструкции муниципальный рынок продолжит работу в привычном режиме. После продавцы смогут переехать в соседние крытые павильоны на улице Циолковского. Более миллиона рублей в поддельных купюрах успели сбыть члены банды фальшивомонетчиков в Волгоградской и Самарской областях. Конец преступной деятельности пришел на одном из рынков Тольятти. Успешное задержание с поличным стало результатом совместной работы полицейских двух регионов. С августа прошлого года по март текущего в торговых точках, на рынках и в заведениях общественного питания на территории Волгоградской и Самарской областей они регулярно сбывали поддельные денежные банкноты номиналом в тысячу и пять тысяч рублей. Задержанные – двое жителей Самарской и пятеро жителей Волгоградской области. Все они являются друг другу родственниками либо знакомыми. Некоторые из задержанных уже дали признательные показания за махинации с поддельными деньгами каждому из межрегиональных преступников грозит до восьми лет лишения свободы. Около сорока саженцев, деревьев и кустарников высадили сегодня на Мамаевом кургане сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области и кадеты профильных классов из школ Дзержинского и Кировского районов. Все началось с торжественного построения, а затем высадка деревьев в зеленой зоне у храма всех святых прошла под звуки оркестра. Новая аллея будет расти в честь приближающейся даты – 72-й годовщины Победы. Это такая иллюстрация души человеческой, воспитания ее и отношения к своей родине, вот прежде всего, добиться права поработать на Мамаевом кургане, что-то доброе сделать, сердцем своим прикоснуться. И особенно приятно, когда это делают люди в погонах. И ведь это не для галочки, не для какого-то. Я вижу, как они хотят это сделать. На глаза-то их посмотрите, этих людей. Ведь когда-то будут внуков приводить сюда, по макушке трепать и рассказывать – вот это дерево я сажал. Это же, понимаете, к вечности прикоснуться. Это просто очень хорошая история, со всех сторон очень хорошая. По сложившейся доброй традиции, этой весной на Мамаевом кургане будет высажено немало деревьев и кустарников. Озеленение стартовало в начале апреля, когда юные участники патриотических клубов при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества высадили на территории мемориального комплекса 50 саженцев крымской сосны. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова